Добрый день на РБК региональные новости. Мы вещаем из отеля Краун Плаза Уфа. Меня зовут Маргарита Гафарова. Продление программы льготного автокредитования поможет стагнирующему авторынку республики. Об этом телеканал РБК Уфа сообщают автодилеры. Отмечу, согласно постановлению правительства, приобрести машину по сниженным процентным ставкам жители смогут в ближайшие два года. Несмотря на оживление спроса на новые автомобили в ноябре-декабре, в том числе благодаря льготным программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», эксперты прогнозировали спад отрасли в начале 2021 года. Теперь же продление срока действия льгот поможет смягчить падение авторынка. В этом году в Башкортостане по некоторым маркам более 50% покупателей воспользовались программой льготного автокредитования. Однако в 2021 году авторынок в рамках льготного проекта обновит состав автомобилей участников программы. Не все модели и марки участвуют в программе льготного автокредитования в 2021 году, которые участвовали в 2020. Это отразится на доле присутствия марок и моделей. Также все будет зависеть от изменения цен на автомобили в 2021 году. Теперь на скидку 10% могут рассчитывать семьи, воспитывающие минимум одного ребенка, медработники, а также те, кто сдал старый автомобиль по трейд-ин в счет уплаты первоначального взноса. В следующем году на льготное автокредитование будет выделено почти 9 миллиардов рублей, а на льготный лизинг почти 4 миллиарда. Торгово-промышленная палата республики направила более 1 миллиона 200 тысяч на переоснащение 17-й детской клинической больницы Уфы. На эти средства в клинику закупили мебель. Также в этом году Торгово-промышленная палата региона помогла провести здесь ремонт. Отмечу, ранее бизнес-объединение оказало благотворительную помощь республиканской детской клинической больнице на сумму 1 миллион 800 тысяч рублей. Это уже вторая детская больница, куда мы оказываем такую благотворительную помощь в качестве покупки мебели, помощи в ремонте. Естественно, для нас в приоритете это детские медучреждения, потому что дети – это наше будущее, самое святое. Если благодаря государственной поддержке и правительственной поддержке мы оснащаем стационар необходимым оборудованием, необходимыми технологиями, то благодаря кооперации и взаимодействию с нашими меценатами, с нашими партнерами мы приводим в порядок и соответствие наше помещение, обновляем мебель, делаем уют, чтобы было комфортно при получении медицинской помощи и приятно работать непосредственно самим сотрудникам нашей больницы. Всего в этом году на переоснащение и модернизацию 17-й детской клинической больницы направлено более 100 миллионов рублей. Средства, выделенные с федерального центра в рамках нацпроекта здравоохранения, также благотворительную помощь оказали меценаты. Страховые пенсии неработающих пенсионеров с начала 2021 года индексируют на 6,3%. Таким образом, средняя выплата по старости составит 15 715 рублей. По данным отделения пенсионного фонда по Башкортостану, увеличенные пенсии с 3 января доставят 1 миллиону 180 тысячам жителям республики. Размер прибавки индивидуальный и зависит от размера получаемой пенсии. Чем выше приобретенные в течение трудовой жизни пенсионные права, стаж, заработок, страховые взносы, тем больше размер страховой пенсии и сумма прибавки к ней. Работающим пенсионерам выплата пенсии с учетом индексации будет производиться после увольнения с работы. Около 100 миллионов рублей выделено Башкортостану в рамках партийного проекта «Единая Россия. Культура малой родины» на 2021 год. Ход его реализации обсудили на совещании. Так, по направлению театра детям сумма финансирования составляет свыше 24 миллионов рублей, из которых свыше 21 миллиона из федерального бюджета. На проект театры малых городов направят порядка 20 миллионов. На реализацию проекта «Местный дом культуры» из федерального центра выделено 53 миллиона рублей. И это самая значительная сумма среди всех регионов страны. Из республиканского бюджета добавят еще 7 миллионов рублей. Поддержку получат 15 районов участников. В 2020 году на средства, выделенные в рамках проекта, республиканские театры приобрели комплексы светового, звукового, сценического оборудования, материалы для декорации костюмов, обновили кресла, приобрели автобусы, а также было поставлено 14 новых спектаклей. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.